Девушки отдыхают 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 но, откровенно говоря, не сильно, да и часто ты просто не можешь рассчитать силу прыжка и падаешь на аж пропасть. В остальном же луна, она лишь нагоняет уныние своими однообразными пейзажами, хотя видно, что разработчики явно пытались хоть что-то сделать с этим, но тут особо не развернешься, луна она и есть луна. По большому счету, всю игру ты лицезряешь серо-синие пейзажи, унылые все как один. Остальная стилистика дизайна практически не изменилась, все постройки выглядят точно так же, как и всегда. Разве что наша перевалочная база, забыл название, горд вот этот, выделяется. И то не архитектурой, а скорее тем, что он единственный, не похож на что-то, что ты видишь тут постоянно. Вооружение. Вооружение то же самое, насколько я помню. Да, появились интересные лучевые пушки, с которыми я и ходил. Давно таких, кстати, в играх не встречал, если честно. Но в целом один в один. Те же пушки, те же проблемы с ними, с этой вот автогенерацией свойств на каждом стволе. Что еще? Сюжет. Сюжет? Ну, я повторюсь, я не особо фанатею от бордерлендского сюжета, но все же я за ним честно следил, и он правда неплох, вот честно. Он как бы пытается показать антагониста с иной стороны. Вот именно что как бы пытается. Я понимаю, в борде много условностей, и часть из них списывается в угоду комичности, ну, потому что смешно же, да? А я вот смотрю на некоторые решения, и мне не смешно. Мне хочется спросить, нахрена? Нахрена вот этот персонаж поступил именно так? Чем это было мотивировано? Я именно о Джеке. Думаю, это не будет спойлером, если я скажу, что концовка откровенно слита. После интересного финального босса, наверное, единственного интересного босса, в принципе, за всю игру, нам показывают заставку, которая как бы должна все объяснить. Как минимум, ненависть Джека к искателям хранилища, и почему у него такое лицо. Но я вижу лишь какой-то детский сад с обидками уровня. Она меня ударила, теперь я всех убью. И в итоге, лично в моих глазах, Джека тут не просто не оправдали, а выставили еще большим идиотам и паранойкам. А вот если не смотреть на Джека, то персонажей интересны более-менее. Обычно, когда я играю, я делаю заметки по ходу игры. Сказать о том, сказать об этом, но даже если я их не делаю, по прошествии времени я могу вспомнить основные фишки, расписать их более-менее красиво. Вот с Borderlands с пресиквелом так не получается. Пресиквел не оставил у меня вообще никаких положительных воспоминаний, правда. Я понимаю, что это субъективно, но все же вот объясните мне, пожалуйста, чем этот пресиквел принципиально отличается от обычного DLC ко второй части. Вот именно как DLC игра была бы... Ну она бы больше зашла, скажем так, так как изменения в ней на грош. А отличие от DLC тут именно в раскрученных фишках. Гравитации, полета на кислородных баллонах, Джек и Клэптрэп и фирменный юмор. Начну с последнего. Фирменный юмор в игре есть. Черный, порой мерзкий, но он такой же, как и был. Однако он почти не отразился на побочных квестах. В главных, да, он есть. И из-за этого сюжет более-менее даже смешной, что ли. Побочки тут унылые и скучные, за исключением парочки. Про Джека я уже сказал. Про полеты на кислородных баллонах это типа еще одна такая фишка. Можно расходы кислород дать газу. В буквальном смысле. Все это так же интересно, как и в принципе распрыжка в пресиквеле. Вообще из-за такого угрюмого серого, в буквальном смысле дырявого ландшафта, он правда дырявый, тут повсюду кратеры, перемещение становится скучным и напрягающим. То, что повсюду встречаются тварей, которых я называю йоксототами, в них явно есть что-то такое, знаете, лавкрафтовское. Это нормально для серии, а вот то, что ты постоянно падаешь в эти самые кратеры, не долетая, это уже, знаете, сильно напрягает. Есть местности без точкомата, при том они очень крупные и пили по этим пустошам пешком. Скука-то. Ну и клэп-трэп. Честно скажу, может я тут снова пролетел, просто вот не повезло, да. Дело в том, что к нам сперва присоединился еще один приятель, он потом отключился, скажем так, на третьей игры, в принципе, и играл он как раз-таки за клэп-трэпа. Но так как он в основном маял с Эдурью, я не видел его, в смысле персонажа в действии и не слишком понял, чем же он тут так хорош. В итоге все, на что разработчики делали ставки, для меня, во всяком случае, просто в пролете. Уж извините, я не могу понять, зачем нужен был этот пресиквел. Прощупать почву перед выходом третьей игры или просто собрать денег, не знаю. Но искренне считаю, что играть в такое может только преданный фанат, причем самый преданный. Да, я знаю, что вы мне сейчас хотите сказать. Игра вышла 6 лет назад, уже третья часть давно не новая, а ты откопал труп какой-то и глумишься над ним. Да, я такой. Оставайтесь с ночи, я скоро новый труп откопаю. А пока что, не знаю, поругайте что ли меня в комментариях, расскажите, что я ни в чем не разобрался. Ну или всерьез объясните мне, чем так интересна эта игра. Я вот этого так и не понял. Субтитры создавал DimaTorzok